День древонасаждения Мадреа Пурганской школе-интернате стал настоящим праздником. В нем приняли участие члены попечительского совета. Праздник, посвященный литературе и поэзии, состоялся в первой школе райцентра. Ребята читали стихи известного поэта Расула Гамзатова. Все свободное время Валентина Васильевна Черноусова посвящает рукоделию. Вязаные, вышитые и бисерные вещи создают в ее доме неповторимую атмосферу. В начале выпуска подведем итоги уходящей недели. На очередном планерном совещании большое внимание было уделено проблеме подорожания услуг по вывозу жидких бытовых отходов. Глава администрации района Александр Рудковский рассказал, какое решение удалось выработать по этому вопросу. Старая площадка утилизации закрыта и будет рекультивирована. ЖБО станут пока возить на Таганрогский полигон и частично на очистные сооружения второй школы. В ближайших планах стоит закупка и установка модульных очистных блоков. Рассматривается также возможность датирования и утилизации отходов. К сожалению, прежних расценок уже не будет, поскольку за переработку придется теперь платить. Но и такого резкого повышения стоимости услуг тоже не случится. Стоимость одной автоцистерны составит около полутора тысяч рублей. Эта цифра более чем вдвое ниже той, что предлагалось раньше. Матвеево-Курганский район с рабочим визитом посетил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин. Он провел прием граждан в общественной приемной губернатора и встретился с молодежным активом района. Ребят интересовали многие вопросы. От строительства бассейна и порядка норм сдачи ГТО до приобретения инвентаря для школьного поискового отряда. Владимир Бабин ответил на все вопросы и поделился планами на ближайшее будущее. Он также рассказал о возможностях, которые открывают перед молодыми людьми различные конкурсы, форумы и фестивали. Участвуя в них, можно получить не только незабываемые впечатления и опыт, но и стать обладателем гранта от 50 до 200 тысяч рублей на реализацию авторского инновационного проекта. На территории Матвеево-Курганской школы номер один был торжественно открыт детский учебный автогородок. Подобных площадок пока нет ни в одной школе района. Место выбрано не случайно. Школьная команда юных инспекторов дорожного движения не раз побеждала на районных и областных соревнованиях. Автогородок представляет собой зону фигурного вождения для велосипедистов с набором переносных препятствий и, собственно, городок с разметкой улиц и перекрестков, пешеходных дорожек, с дорожными знаками и работающими светофорами. Здесь будут проводиться занятия и конкурсы на знание правил дорожного движения. С появлением настоящего автогородка у школьной команды появится возможность еще лучше подготовиться к предстоящим состязаниям. Матвеево-Курганской школе-интернате прошел традиционный день древонасаждения. День древонасаждения в школе-интернате стал настоящим праздником, на который собрались воспитанники, их наставники и почетные гости. Члены попечительского совета под председательством Дмитрия Кондрашова пришли к своим подопечным не с пустыми руками. Они принесли деревья и кустарники, которые предстояло высадить. У нас с вами в школе сложилась замечательная традиция уже на протяжении многих лет. Весной и осенью мы с вами что делаем? Сожжаем деревья. Вот эта традиция началась в нашей стране много-много лет назад, еще в 1910 году в Санкт-Петербурге. Первый раз было посажено первое дерево. Коротко вспомнив историю празднования Дня древонасаждения, от Петра I до наших дней присутствующие от слов перешли к делу. «Полили и ждем, пока питается. Все, отходи. О, технология какая. Открытый? Ну, когда-то ж... Как и высажал. Ребят, правильно делается? Да! На недавно возделанной клумбе по обе стороны декоративного мостика высадили клён и липу. Яблоня, крыжовник и смородина нашли свое место в школьном саду. В том, что саженцы примутся, сомневаться не приходится. Желающих ухаживать за деревьями хоть отбавляй. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». На базе Матвея Курганской школы номер два состоялось районное методическое объединение заместителей директоров школ в воспитательной работе. Подробности в нашем следующем сюжете. Заместители директоров школ по воспитательной работе собрались, чтобы обсудить самые насущные вопросы своей деятельности и обменяться опытом. По итогам прошлого года мы с вами справились со всеми поставленными задачами. Мы действительно трудились, мы действительно работали. Мы видели на конференции наши достижения, то есть рейтинг наших школ, он складывался из нашей с вами работы. Это и участие в олимпиадах различного рода, это участие в конкурсах, это показатели участия в конкурсах наших детей. Я думаю, что конкурсов очень много, мы с вами об этом уже говорили. Объять необъятное невозможно. Поэтому, конечно же, хочется выделить особых звездочек, которые нам дают результаты. Присутствующие получили задание выявить в своих школах способных одаренных детей. Кроме того, в каждом учебном заведении есть свои правила, идеи и традиции. Есть такая своеобразная изюминка. Эту тему решено обсудить на следующем заседании. А в этот раз ключевой темой стало внеурочное образование. Своим опытом, наработками и задумками в этом направлении поделились педагоги второй школы. Алла Ивановна Касьяненко уже третий год проводит занятия по программе «Народные православные праздники и традиции». Когда было в 2011 году, вы помните, что был введен новый предмет «Основа православных праздников». И как раз у меня тогда был четвертый класс. И вы представьте, дети, которые не осведомлены вообще в православии, и этот предмет спускают нам для проведения. Конечно же, ужас у родителей, ужас у детей и, конечно, непонимание у нас. И вот тогда, когда мы провели весь этот курс в течение года, я пришла к выводу, что четвертый класс – это слишком поздно, и нужно начинать намного раньше. И так возникла идея создания такой необычной внеурочной программы, именно связанной с духовным развитием ребенка. Была показана презентация о мероприятиях, которые прошли за это время. Отмечено, что духовно-нравственное воспитание благотворно влияет на детей. Они изменились в лучшую сторону, стали добрее и отзывчивее. Учитель технологии второй школы Галина Вячеславовна Манаевская рассказала о том, как проходят внеурочные занятия в пятых и шестых классах. Дети учатся шить, вышивать и вязать. Тоже им показываешь, ну что здесь сложно, конечно, что это много, за 10 часов как бы не свяжешь. Они дома продолжают, они дома продолжают, маму помогают, бабушке кто-то умеет вязать. Традиционно в эти дни во второй школе проходит праздник осени. Участники районного методического объединения стали почетными гостями этого мероприятия. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия». 22 октября в актовом зале Матвея Курганской школы номер 1 состоялось мероприятие, посвященное празднику поэзии «Белые журавли». Послушайте историю этого замечательного праздника с таким поэтическим названием. В календарном празднике день 22 октября отмечается как праздник «Белых журавлей», день поэзии, духовности и как память о погибших во всех воинов. В суровые годы Великой Отечественной войны большую роль играла песня. Она была другом, поднимала в атаку, спасала. Праздник «Белые журавли» всегда интересен и никогда не повторяется, ведь посвящен он литературе и поэзии. Этот праздник учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. В Матвея Курганской школе номер 1 учащиеся подготовили знаменитые литературные произведения Расула Гамзатова. В 1968 году в свет вышла песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова и музыку Иоанна Френкеля. Песня посвящена погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам, которых авторы сравнили с клином летящих журавлей. Песня «Журавли» Песня «Журавли» Также этот литературный праздник пособствует укреплению многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной России. Сначала он отмечался только в Дагестане, а потом получил распространение и в других регионах России. Упоминания прекрасной птицы журавлей встречаются в культурах многих народов мира. Практически везде журавль олицетворяет положительное светлое начало. Сегодня были прочтены стихи известной поэтессы Примиуси Елены Матежовой. Война наступала, и шли по дороге девчонки простые с солдатами в ряд. Их было так много, родные пороги, все дальше на запросто шагает отряд. Девчонки простые, да вам бы за партой сидеть и учить, где амур, где эфрат. Девчонки разные, да вам бы у карты стоять, ну а вам автомат. А вас в гуще боя, где смерти поближе, где пули свистят, где ревет пулемет. Не надо, как можно пригнуться пониже. Солдат там упал, и девчонка ползет. Его на себе, на себе среди боя, ты вынесла сердце отважное. На его одноволе, да разве упомнишь тут каждого? Девчонка простая, теперь 16, была ты такая, как я вот сейчас. Девчонка родная, мой подвиг навеки останется в нас. Ученица 11 класса исполнила песню в памяти о погибших солдатах. Они уходят туда, не встречаясь святые. Они уходят туда, оставшись просто светом, но проходят года. Их с нами рядом нету, вот почему рассветы красного цвета. На память об этом дне школьникам вручили белых бумажных журавлей. Недавно наша съемочная группа побывала в Слободе Большей Крепинской, Родионного Несветайского района. Там проживает рукодельница Валентина Васильевна Черноусова. Переступив порог этого дома, попадаешь в сказочный мир тепла и уюта. Здесь сразу чувствуется рука хозяйки рукодельницы. Кусочек зеркала, камушки, старая рамка. Все, что в умелых руках становится настоящим произведением искусства. А потом придумываешь, вот и ушко. Вот это дедушка зеркало нашел. Вот это мы озеро сделали, камыши поставили. И получилось красиво. А что, все под руками, камни на улице. Вязаные покрывала, вышитые картины, бисерные букеты создают в жилище совершенно неповторимую атмосферу. И даже обычный шкаф приобрел свой нестандартный облик. Клеили обои. В прошлом году я клеила обои. И вот остались, думаю, стоп. Вроде в тон стен. Давай я, наверное, попробую. Ну, поприклеила. Мне вроде веселее. Я не знаю, как там всем остальным, но мне нравится. Рукоделием Валентина Васильевна занимается с детства. И в разные периоды жизни были свои увлечения. Одно из них – вязание. Его освоила по схемам из журналов. Вязала я раньше. Вязала жилетки, свитера, вязала покрывала всем родственникам. Вязала платки. Ну, все. Крючком вяжешь? Крючком. Спицами не люблю. Умею, но не люблю, потому что медленно продвигается работа. Мне надо быстро, чтобы сразу видеть результат. Быстрый результат – понятие относительное. Например, чтобы связать большое покрывало, требуется почти месяц работы. Последняя страсть Валентины Васильевны – бисер. Ему мастерица отдает все свое свободное время. Говорят, мать опять наша бисерит. Нравится им тоже. Нравится. Я все тут, все поубирала, все это позастелала. Думаю, что она будет лежать. Дом украшает множество уникальных вещей из бисера. Это и букеты цветов, и вышитые бисером картины. На работу уходит от недели до нескольких месяцев. А началось все не так давно. Всего года два назад. Началось с того, что внучка вроде бы начала увлекаться. А я выписала ей серию книг по бисеру. И начали получать. Потом внучка все это бросила, а книг-то жалко. И я посмотрела, и решила попробовать. Оно получилось. Получилось. И получилось красиво. Вот пионы, вот это первая, самая сложная работа. Я выписала книжку в мире книг специально. Бисер, бисероплетение. И вот там самое сложное, были пионы. А потом понравилось. И все. И вот сплету, гляну. Ой, как красиво. Я вот эти клематисты плела. Один сделала. Ой, как красиво. Я, наверное, еще один сделаю. Попробую. А если вот так, а вот так. А оно получается. Начала. Литературу же собирала. Там много книг. Ну, вот и все. И просто это красиво. И все. Вот мне нравится. На День пожилого человека в Слободе была организована выставка работ Валентины Васильевны. Так односельчане узнали об ее увлечениях. Некоторые решили тоже попробовать. И она готова поделиться своими знаниями и умениями. А еще у радушной хозяйки этого теплого дома большие планы. Мне хочется увидеть, как внучки школу закончат. Мне хочется увидеть, как они поступят учиться. Мне хочется увидеть, как они замуж уйдут. Мне хочется увидеть пранкать в одного. И вообще. Жить хочется. В конце концов, любое занятие для души приносит радость, дает силы и добавляет молодости. А значит, долгих счастливых лет жизни. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусе». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. Продолжение следует... Продолжение следует...